Я из них буду верить. Грехи буду писать. Каждую неделю исповедь, батюшки, и надо готовиться. У каждого есть такая тетрадочка, олицетворение моих грехов. Ну, пишем мысли и все свои состояния за неделю. В монастыре учишься тому, что твое видение, ситуация, оно не есть правда. Как бы тебе ни казалось, это стопроцентно, правда на твоей стороне. Потом сто раз убеждаешься, что как ты мог так думать, когда открываются глаза, и ты видишь, что это просто было затмение. Вообще, очень хочется всегда настаивать на своей правоте, конечно. Очень хочется назвать очевидным, очевидным. А монастырь учит всегда давать последнее слово Богу. Нет, басы, вы не прыгайте. Ну-ка, спойте одни. Пусть народ услышит вашу квенту. Давайте, басы, дорогие, постарайтесь четвером спеть это, да? Альты, замолчите. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот примерно это. Еще раз. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Все. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Всяческая вне с радости исполняются. Христос родися, родися, родися. И тяните. Вся. Вот отличный звук. И вот таким вот, в такой динамике тоже. И дальше. Всяческая вне с радости исполняются. Христос родися, родися. А что вы там пискнули с сопрано? Родися. Вот это вот, это что было? Не уходите еще с этой страницы. И все получится. Помилуй меня Боже, помилуйся, милости Твое. И помножеству щедро Твоих очистить. Беззаконие Твои. Жить молодая семья переехала в Минск. И в музыкальных кругах города это была заметная, яркая пара. Вскоре в них родились дети. Ксения и Клим друг за другом. А через семь лет появился Игнат. Ирина Денисова преподавала теорию музыки в родном лицее. А муж, Игорь Матюхов, создавал молодежный камерный хор. Все поют второй хор. Два, два, три, три. Принципиально. Снимите мне принципиально. Для Матюхова. Вот на тебе. На, 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 на. Вот мне мало.